Распространение вирусной инфекции в Краснодарском крае, по информации Роспотребнадзора, находится под контролем. Несмотря на то, что последняя неделя принесла собой увеличение числа заболевших граждан от ОРВИ и гриппа, ситуация в регионе далека от эпид-порога. Показатель заболеваемости в Славянском районе не превышает среднекраевой показатель. С начала года в нашем районе заболело ОРВИ более 250 человек, в том числе 137 взрослых и 113 детей. Диагноз гриппа подтверждён у 56 человек. На сегодняшний день ситуация контролируется медицинскими службами Славянской районной больницы и территориальным отделом Роспотребнадзора. На очередном заседании Санитарно-противоэпидемиологической комиссии рассматривались итоги исполнения районного комплексного плана профилактических мероприятий от распространения вирусов гриппа и ОРВИ. Краевой Роспотребнадзор поставил задачу по усилению в детских садах работы утренних фильтров, а в школах – медосмотров. Определьный эпидемиологический порог рассчитывается 37 случаев на 10 тысяч населения. В нашем Славянском районе 7,4 случая заболевших гриппом на 10 тысяч населения. Порог не превышен. Принимаются определённые меры нашей Славянской администрации, Центральной районной больницы. Мы понимаем, что очень важно предупредить распространение инфекции в образовательных детских учреждениях. Поэтому в детских садах у нас усилен медицинский фильтр утром. Если дети первые признаки заболевания имеют, мы просим родителей оставить их дома и обратиться, конечно, к врачу. В школах в задачу классных руководителей на первом уроке входит осмотр детей, медицинским работникам осмотр детей. И тоже соответствующие меры принимаются. Ребята обращаются к своему фельдшеру в школе и обращаются, если необходимо, к доктору. В детском саду номер 17, где побывали наши корреспонденты, каждое утро медсестра осматривает детей на наличие симптомов ОРВИ и гриппа, измеряет температуру тела, проводит необходимые процедуры. Ежедневно с половины восьмого мы встречаем деток. Опрос родителей в первую очередь, как ребенок себя чувствовал, какое состояние было, затем осмотр. Осматриваем горлышко, носик, глазки. Мажем оксалиновой мазью с утра деткам носик. И потом через каждые 2-3 часа обязательно тоже мажем носик. Проветривание групп сейчас даже не по графику, а чаще. С родителями ведется беседы постоянно, не только у малышей, но и в остальных группах. Если ребенок себя плохо чувствовал, если покашливал или какое-то недомогание, в детский сад просьба не вести ни в коем случае, чтобы не заражать остальных детей. В школах также ввели дополнительные меры предосторожности. При недомогании дети обращаются к фельдшеру. А при первых симптомах заболевания родителям рекомендуют забрать ребенка из школы и обратиться к врачу. Также в период массового распространения вируса регулярно проводится дезинфекция, проветриваются кабинеты. В период острых респираторных заболеваний школа работает в особом режиме, в том числе пищеблок, столовая. Все рекомендации, которые даны нам специальными службами, рекомендации выполняются. Повара находятся в масках. Проводится до начала рабочего дня дезинфекция и посуды, и зала, и пищеблока, и подсобных помещений. И на первом месте сейчас у поваров, чтобы всегда на каждой перемене питания у детей был витаминный стол, состоящий из лимонов, лука, чеснока, петрушки. И, конечно же, убеждаем детей, что всё это нужно принимать и дома, потому что это одна из мер профилактики острых респираторных заболеваний. Особый режим работы введён и в терапевтическом отделении Славинской центральной районной больницы. Посетителям рекомендовано использовать индивидуальные средства защиты. Медперсоналу чаще проводить влажную уборку помещений и обработку дезинфицирующими средствами. Больница работает в штатном режиме. Отказа в госпитализации больных, наших жителей, детей не должно быть. Мы готовы принять всех, у кого есть острые заболевания, у кого выявлен грипп для лечения в стационарах. В случае необходимости мы готовы за несколько часов развернуть дополнительную работу стационарного отделения, ещё ввести койки для приёма больных и лечения гриппа. По словам заместителя главы района, все стационары районной больницы обеспечены необходимыми лекарственными препаратами. Однако славинцы были обеспокоены тем, что не во всех аптеках нашего города есть в наличии противовирусные средства. По поручению нашего главы района Романа Ивановича Сенеговского мы изучили ассортимент аптек, противовирусных препаратов, средств защиты. Было изучено 25 аптек. Действительно, ситуация подтвердилась. Всего в пяти аптеках были маски, были оксталиновая мазь, был ангавиин, то, что имеет спрос у наших жителей. Все аптеки были обеспечены противовирусными препаратами. Они имеют также действие ещё профилактическое, поэтому наши жители города-района могут их в аптеках приобрести. На прошлой неделе мы провели совещание с владельцами аптек, обратились к ним с просьбой как можно быстрее в кратчайшие сроки пополнить запасы препаратов, которые пользуются спросом у наших жителей. Такая работа по изучению ассортимента будет нами продолжена. На сегодняшний день ситуация улучшилась. Несмотря на то, что спрос на противовирусные средства увеличился, аптеки обеспечены всеми необходимыми лекарственными препаратами и средствами индивидуальной защиты. На сегодняшний день в нашей аптеке есть абсолютно все противовирусные средства, есть маски, поэтому, в принципе, можно сказать, что ситуация нормальная. Конечно, спрос увеличился. Люди напуганы, наверное, своими знакомыми, тем, что ситуация такая, что грипп распространяется все дальше и дальше, поэтому стараются себя обезопасить, приобретают противовирусные, берут масочки. Поэтому, как бы, конечно, сейчас людей больше и, к сожалению, ситуация на фирмах не всегда стабильная именно с поставками лекарств. Самое важное – не поддаваться панике и провокациям. Ведь об эпидемии пока речи не идёт. Но что действительно беспокоит медиков, так это то, что в случае неправильного лечения гриппа H1N1 серьёзные осложнения начинаются не через неделю и больше, а буквально на второй день. И вероятность получить, например, пневмонию вырастает в разы. Причём, первые симптомы этого гриппа ничем не отличаются от проявлений обычной простуды, за исключением, пожалуй, высокой температуры. Она проявляется практически сразу. Из года в год вирус меняется. Но даже для такой опасной формы, как H1N1, меры профилактики остаются те же. «Не ходить в места скопления людей, использовать маски одноразовые. Маска одноразовая в течение двух часов. Через два часа её надо будет менять. Потом никогда не дотрагиваться руками до слизистых глаз, носа, рта. Потому что это слизистые, через которые вирус проникает к нам в организм. Избегать контакта с больными. Если контакт с больным произошёл, значит, необходимо принимать препараты для профилактики гриппа». Чтобы не заболеть, нужно придерживаться нескольких простых правил. Как можно чаще мыть руки, воздержаться от посещения магазинов, кинотеатров или других мест скопления людей, вести здоровый образ жизни. Но самый эффективный метод профилактики, утверждают врачи, вовремя делать вакцинацию. Всемирная организация здравоохранения ежегодно проводит исследования, которые служат основанием для рекомендаций по выпуску вакцины с определёнными видами штаммов именно такого вида вируса гриппа, который будет зверствовать в предстоящий эпидсезон. Вакцинация – единственный способ защитить себя и своего ребёнка от осложнений. Но если вы всё-таки заболели, вызывайте врача, чтобы он назначил грамотное лечение. Ведь грипп опасен не сам по себе, а возможными осложнениями. Ещё раз напоминаем, что самолечением заниматься нельзя.